Хорошо, что мы наконец-то двигаемся. Спасибо, что в прошлом году областной совет начал заниматься этим вопросом. Я как-то связан с этим обстоятельством несколькими моментами. Первое, мой округ, половина сел, это Лиман. Люди раньше селились возле Лимана. Это жизненное значение имеет для людей, для рыбаков, то есть для тех, кто может зарабатывать деньги, для людей, которые там находятся, и там дачные участки, вы знаете, а также, значит, просто для туризма, который в перспективе должен здесь быть разным. Я поэтому спрашивал про катерам, а не только про свой катер. У меня его, к сожалению, пока нету. Я надеюсь, что я его приобрету и тоже буду тут ездить. Значит, вы мне хорошую идею подали. Я каждый год так случилось, что я живу еще летом в Коплево, и поэтому, значит, каждый день я проезжаю по вот этому участку и вижу, как много лет, и вижу, как происходит усыхание Лимана. И это, честно говоря, иногда приводит просто, ну, к тому, что теряешь настроение вообще на целый день. Там иногда боль происходит, потому что вот так вот, когда все высыхает. И вот я тут часто гуляю, я хожу всегда на это место, где тут идет перемычка, где входит канал. И она, вот этот скандал, когда мы, я приезжал к Виталию, который был директором Телегульского Лимана, брался мой канал, приводил, когда сделали здесь такую перемычку для того, чтобы ездить на другую сторону в Коплево, вот сюда. Тут стройка происходила, и люди, значит, решили сделать себе перемычку, и катались тут на машинах, песок здесь брали, и туда возили и закрывали Лиман. Просто хамство такое было беспредельное, 7 канал показывал по этому вопросу. Я обращался, тогда был представитель областного совета Алексея Гочеленко, и я просил, чтобы, значит, отрыли вот этот кусочек и дали возможность двигаться каналу. Потому что это страшная такая вещь, когда канал заиливается с этой стороны. Песок, все время Одесская банка происходит, там, если канал... А еще если создают условия для перехода, вот для машин, чтобы они переезжали, то тогда канал вообще умирает. А вы знаете, что сюда прилетают перелетные птицы, это очень красивое зрелище. Ну, конечно, когда там нет воды, это просто страшно. Я согласен с тем, что нам нужно работать вместе с Николаевским областным советом. Березанский район тоже имеет прямое отношение к этому Лиману, но, к сожалению, я не знаю, как прошлый создал. Просто понимаете, если мы просто поговорим с николаевцами, они же в бюджет ничего не захватывают. Они только говорят о том, что надо было бы это сделать. А для того, чтобы это произошло, нужен энергичный человек, руководитель области, который возьмет, поедет. Я обратился на заседание фракции к Михаилу Николаевичу, когда у нас была фракция, и он обещал мне приехать на Лиман посмотреть, потому что я ему тогда сказал, вы ездите далеко, это Татарбунарский район, я не спорю, там тоже красиво, но у нас тут вот 4 километра пляжа со стороны Сечавки, мертвая практически, и еще 4 километра Скоблива там, где есть жизнь. И хотелось бы, чтобы у нас здесь что-то развивалось, и у нас огромное количество дальше территорий, где красивейшие места, но они, к сожалению, туристы туда приезжали всегда, люди же не дарим облюбовали там и построили дачи. Значит, а получается, что мы этим не занимаемся. То есть пока первые лица области конкретно не займутся этим вопросом, ничего не будет происходить. Но поскольку сейчас занят немножко Михаил Николаевич, я довелся, что через 2 недели председатель областного совета сюда ко мне приедет, и я покажу ему здесь это место, для того, чтобы мы уже вместе с ним поехали в руководство областного совета Николаевского, и, может быть, вместе с той комиссией, которая создана в областной администрации, и начали двигаться. Потому что, понимаете, людям не нужны ни заседания, ни слова, а конкретные дела. Вот сейчас выделено 19,2 миллиона со скандалом большим. Значит, деньги выделены, мы их будем использовать, я их буду контролировать и буду просить, наверное, чтобы председателя сельских советов, которые находятся в этом районе вместе, помогали в этом вопросе и комиссии. Потому что если мы не будем контролировать этот вопрос, ничего делаться не будет, на самом деле. Может так произойти, что деньги как бы выделены, но дальше они не будут двигаться. Поэтому мы со своей стороны... Я сначала думал создать депутатскую комиссию, но теперь я думаю, что этого делать не надо. Российская комиссия такая, мы еще подключим ряд депутатов, и мы будем это дело давить и действовать. В этом году мы должны начать обязательно строительство гидротехнического сооружения. Потому что... Морского. Да, морского, конечно. Это главный вопрос. Если мы смеем это сделать, то тогда это уже начало решения проблемы с Лиманом. Теперь по поводу речи, которые тоже нужно создавать условия, чтобы их очищать. Русло этих рек. Мы вот с профессором Владимиром Николаевичем Осиповым говорили по этому вопросу. Мы сейчас выходим... Я попросил ученых подготовить ряд документов и обратиться в международные фонды. Есть фонды, которые связаны с решением вот этих вот очистка рек. Это у них прямая функция. Владимир Николаевич может сказать по этому вопросу что-то. И мы будем заниматься этим вопросом тоже отдельно. Это надо отдельно заниматься. Отдельная программа должна быть. И действительно чистить русло этих рек. Потому что, безусловно, не только должна вода заходить с моря, но и естественно должна заходить вода с этих рек. Это важный вопрос. Я считаю, что здесь, к сожалению, сегодня в зале мало людей. Может быть, потому что рабочий день. Но хотелось бы, чтобы этот вопрос, который действительно является жизненно важным для большого количества населения, все-таки тревожил людей и население. Потому что не только вопросы прокурора, который там пришел, нас должны волновать, но прежде всего вопросы нашей жизнедеятельности. Вот это самый главный вопрос, на мой взгляд. Это когда был голод, я думаю, люди спасались вот этой рыбой. Сейчас у нас люди смогут огромное количество, в Калиновке, я знаю, других местах, там могут воссоздаться рыбколхозы, которые будут непосредственно работать. Это рабочие места. Это жизнь этих людей. Туризм это тоже жизнь людей. И оно дает возможность зарабатывать людям деньги. Я не даром сказал о катерах, я в маленьких шлюпках. Потому что в Коблево, и я надеюсь, когда-нибудь сейчас, надеюсь, что так произойдет, будет, если, наконец-то, будет у нас генеральный план Сечавки. И будет хозяин. Потому что сегодня, на мой взгляд, при всем моем уважении к району, значит, на мой взгляд, хозяина Сечавки на этой части нет. Если бы был хозяин, вот то, что сейчас там происходит, никогда бы не было. Мне говорят, идет сейчас борьба все время, кто будет, куда должна Сечавка присоединяться, к городу Южному или к визирке. Так вот, лучше бы мы вместе все, и вместе с Южненским городским советом, объединили свои усилия, и сделали бы все для того, чтобы вот там курорт Сечавки развился. Потому что и города Южного базы, и базы Сечавки в таком состоянии находятся, что просто туда не то, чтобы прийти, плюнуть невозможно. Понимаете? В эту сторону. Нет ни инфраструктуры, ничего. Если мы не будем этим заниматься, это будет тоже просто неправильно. Что мы оставим своим потом? Поэтому, я считаю, что быстрее надо принимать генеральный план Сечавки, чтобы село стало хозяином своей территории, и тогда село будет заинтересовано в решении своих проблем. Вот это несколько задач, которые мы должны с вами вместе решить с жителями этого села и близлежащих. И все вы, я вас очень прошу, я почему бы просил приехать сюда председателя сельских советов сел, которые, значит, находятся на берегу этого лимана, и вот, спасибо, приехал еще глава администрации Березовского района, значит, давайте мы все вместе своими действиями, письмами, энергии своей будем заряжать руководство области для того, чтобы оно решало эту проблему. Сама по себе проблема решаться не будет. Поэтому я очень вас прошу, вот есть сейчас будет эта комиссия, я туда тоже выйду в состав. Мы вместе, значит, будем теперь контролировать и решать эту проблему с вашей помощью. И мне очень важно, чтобы сельские советы провели сходы, все поддержали этот вопрос, и давили на областной совет, чтобы областной совет вот сейчас выделил деньги, а в следующем году присмотрел в бюджете завершение этого строительства. Если вы сами не будете заниматься этим вопросом, никто этим вопросом заниматься не будет. Спасибо.